Ну что же, всем доброго вечера, уважаемые зрители. С вами Рухаб, с вами Мила и Смайл. У нас Южная Америка, а сегодня вас ждет целых три по три серии. И первая у нас, второй дивизион, Баларокс Е-спортс против Инверс. Да, всем добрый вечер, Мила, привет. Два первых матча будет со второго дивизиона, потом будут играть у нас один матчик первого дивизиона. Но у Пинк, по-моему, там против СЖ-спортс. И погнали смотреть. Всем еще раз добрый вечер, может быть ночью, а может быть утро. У кого как. Итак, Балароги у нас сейчас идут на втором месте, Инверс идут на предпоследнем седьмом месте. Балароги идут со счетом 4-1, Инверс со счетом 1-4, что сразу говорит нам о том, что в этой встрече фаворит очевиден. И, в принципе, коэффициенты от нашего партнера Винлайн говорят примерно то же самое. На матче 9-30 на Инверс, на Баларогов 1-0-3, на первую карту на Инверс 5-20 и 1-11 на Баларогов. Ситуация примерно такая. Ну и драфты на ваших экранах. Destroyer, Dark Willow, Snapfire от Баларогов, Hoodwing, White Spirit и Disruptor от Инверс. Да, Балароги ярко выраженные фавориты. Причем этот матч очень важный для двух команд. Потому что Баларогам нельзя терять очки против аутсайдера. Им нужно обязательно здесь выигрывать, чтобы укрепить как раз свою позицию. Они на втором месте идут и как раз две команды в первый дивизион проходят. И если они здесь очки потеряют, то как раз ребята из Gorilla Sprite. Их могут спокойно догонять, потому что они тоже играют против аутсайдера. Играют они завтра, ой, послезавтра, 15-го числа против Timano. И они, скорее всего, тоже будут на максимум стараться, потому что ни в коем случае здесь нельзя терять очки. Но и для Инверс тоже очень важный матч. Почему? Потому что хочется здесь вот эту победку цепануть, постараться как-то выгрызть ее зубами. Потому что эта победа позволит им закрепиться на второй сезон во втором дивизионе и не выйти в опен-квалификации. Поэтому ребята сейчас будут здесь биться очень жестко. Что по драфтам? Мне очень интересно всегда Южную Америку комментировать, потому что в этом регионе всегда, знаешь, нестандартные какие-то могут быть решения. Да, 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 нестандартные решения. Какие-то ситуативные герои могут появляться именно на первую стадию. Баны тоже. Ну, потому что ребята друг друга знают. Ребята играют там в свой местный матчмейкинг. И у всех есть свои сигнатурные персонажи. Какие-то мощные сигнатурные персонажи, которых они для себя подчеркнули. И этими персонажами пытаются играть. Поэтому всегда интересно. Ну, хотя здесь ничего такого удивительного нет. Все вроде из мета. Все герои просто чуть-чуть они как-то... А Драгонайт появляется в СНГ сейчас? ДК, да. У нас даже в ДЦЛ и в ДПС Драгонайт появляется. Но он появляется с... У него очень маленький винрайт. Поэтому парень очень ситуативный. Он очень мало выигрывает. Ну, такой герой именно... Ты должен знать, что с ним делать. У меня, по-моему, только один Драгонайт в рамках Южной Америки выиграл. Это был ДК в МИД. Но там еще и по уровню команды серьезно отличались. Поэтому не знаю, дело было в Драгонайте. Либо просто слишком разный уровень между коллективами. Ну, и у нас любимая Снапфайр. Вообще, это один из самых популярных героев в комбинации с Марсом в рамках Южной Америки. На данный момент драфт примерно последующий. Худвинга Дезраптор со стороны Инверс. Связка саппортов вводит Спирит. Вероятнее всего, отправится в МИД ДК на третью позицию. Инверсу нужно добрать себе героя на легкую линию, на первую позицию. У Балрога все немножко было интереснее. Во-первых, Дестроер появился, который мог пойти в тройку. Но добрали Бестмастера. И теперь у нас Дестроер, МИД. Дарквиллу позиция 5, Снапфайр 4. Не знаю, как они поставят, в зависимости от ситуации. Возможно, даже Снапфайр будет у нас четверка, Бестмастер, тройка. И нужно добрать героя на первую позицию. Наконец-то Инверс решили все-таки взять, попробовать сыграть с Дроу Рейнджера. Герой вообще не появлялся. По-моему, тут чуть ли не первая дровка. Хотя, на самом деле, по факту, дровка сейчас очень даже неплохая. Да, симпатично будет смотреться на легком лайне против Бестмастера и Дарквиллу. Если, конечно, именно так поставят ребята из Балрогов. Потому что Бестмастер можно и в Миддл поставить через какие-то там макшные топоры. Через, соответственно, Аганим. ОД опять же на тройку отправить. Но, скорее всего, будет так, как ты и сказала. Без каких-либо сюрпризов. ОД в Миддл, Бестмастер на тройку. И первая позиция осталась для Балрогов с каким уточнением. Они могут брать, в принципе, любого персонажа, который им нравится. Потому что на лайне они будут стоять против Драгон Найта. Драгон Найт будет фармить, этот герой будет фармить. Никто никого убить не может. В общем, халявный фрифарм. Поэтому они решили даже сделать так, в более жесткую агрессию пойти. Потому что, да, о чем я говорил, что слишком пассивный этот Драгон Найт. Очень слаб он на лайне. Непробиваемый такой, как бы, жирный персонаж. Ну, слабенький. Именно он сам ничего не может сделать, сам не может убить. Потому что стоит через бакшенную пассивку. Из-за этого его можно либо давить. Мощно, да, вот за счет как раз таких героев, типа Урса, Манки Кинга и так далее. Либо просто на халяву фармить. Поэтому можно и слабого какого-то керри туда ставить. Вот решили по первому варианту пойти. Решили очень жестко. Его Урса снэпка, сильный лайн. И будут пытаться его там давить. Ну, на самом деле, действительно, Урса здесь смотрелся очень предсказуемо. Он против Драгон Найта стоит вообще без всяких проблем. Драфт Балрогов сейчас на таком темпе. Очень сильный мидгейм. Плюс они могут очень рано пойти забирать Рошана. Учитывая, что у них, во-первых, бестмастер в пике. Но и самое главное, у них Урсевич в пике, который сейчас, если ты за ним не следишь, он забирает Рошана буквально там на девятой минуте у меня на предыдущей... Предыдущей, когда это было, серии забирали, по-моему, дня три назад была серия, где на девятой минуте Урса пошел, забрал Рошана, апнул левел. Ну и, в принципе, его уже остановить было очень сложно. Думаю, что здесь вполне возможен такой вариант. Ну, может, не на девятой, конечно, минуте, но что-то на подобии. Сноуболящий герой, если старт будет хороший, почему бы не забрать Рошана так рано? Так же это делает Эмпларка, Урса, вот такие вот персонажи без каких-либо проблем. Смотри, что я вижу тут по никнеймам, да, по героям, как они их разобрали. Дарквиллу Урса будет лайн, потому что Секс Юги — это все-таки пятая позиция у ребят из Балрогов, поэтому Урса Снепка будет играть, как я понимаю. И, ой, Урса Дарквиллу, то есть на легком лайне, и Снепка, соответственно, в оффлайн с бестмастером. Хотя я бы поменял бы на самом деле, потому что, как по мне, Снепка с Урсой, они более сильный лайн, потому что там можно пролонгировать первое замедление от Урсы, потом печенька, потом еще замедление от скейтера, поэтому там можно очень жестко давить и очень круто скилл ее взять. Но если они так разойдутся, то, ну, наверное, так лучше для них, как они считают. Хотя, может быть, у них сигнатурные персонажи такие, и они просто решили ролями поменяться в четвертую и пятую позицию, пятерка пойдет на четверку, четверка на пятерку. Посмотрим, мне кажется, Снепфлайр любую линию проще ставить. Хотя и Дарквиллу четверка такая, ну, не знаю, тут и как уж им, как говорится, удобнее. Может, у них свои какие-то планы имеются. В смоках изначально были ребята из Инверс, но ничего не предприняли, не пошли куда-то глубоко, поставили вот этот вард вард, в принципе, достаточно неплохой, как мне кажется. И второй вард поставили на хэкграунде здесь, чтобы, если что, уже постепенно, кстати, я начинаю замечать такую тенденцию, что отказываются от варда, вот этого классического варда в миде, потому что этот вард слишком легко разбивается, и вот этот абуз с товарами, где ты уже понимаешь, где стоит вард, не очень приятно, получается, для мидера так легко отдавать свой вард, плюс для мидера, который вынужден потом с ботлом себе руны просить, не знаю, будет его или что-то в таком духе, потому, конечно, не очень, ну, очевидно, почему так происходит. Так, давай посмотрим драку за руну, но ее не будет, соответственно. Разойдутся все по лайнам, 2-2 забирают спокойно. По поводу вардов, вот знаешь, вот я сколько матчей смотрю, и вот если, у меня иногда делают так, я наблюдаю за одной командой, вот из матча в матч, как она ставит варды, в разные ли места, или в одни и те же. И в 90% случаев команда ставит стартовые варды в одни и те же места. Да, это есть. И никто по вот этому пункту, на самом деле, не работает. В варды реально очень мало, кто хорошо девардит. Так вот, нужно вводить не просто тренера какого-то, уже знаешь, вот как-то есть тренера в спорте, да, есть там тренер в вартаре и футболе, есть там тренер, который штрафные отрабатывает. И вот здесь тренер по вардам уже давно, его нужно вести, потому что реально, если ты сбиваешь стартовые варды, ты очень сильно напрягаешь оппонента, прям очень сильно. А их можно сбивать прям на регулярной основе, по мне. Ну, вот по крайней мере, обе команды, посмотри, отказались, кроме, а, ну, нет, 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 балароги не отказались от этого стартового варда, а вот и инверс отказывается. Ну, для того, чтобы руна точно был контроль, ну, это уже... Потому что у меня в каждой игре вард в миде практически развивается. То есть, не знаем, что в СНГ не так, но, по крайней мере, здесь действительно команды разбивают этот вижен в миде, и его реально очень легко разбить. И одной там с антрёй полу, особенно если ты ещё и прочекал, там, вышку ударила и там подобное, или там пришёл чуть раньше, разбиваешь этот вард, и твой мидер уже в такой ситуации находится, ну, не самый приятный. Это да, это да. Ладно, бог с ним, с вардами. Так, снизу делать у нашего фестблат, вот этот вот суперагрессивный лайн, опять же, делают на ДК. ДК был, как его, первый уровень, да. Играл через Брисфайр, с Танчиком у него не было, поэтому не смог никак от Урса отбиться. Хорошо тут попал в Брэмбл Мейз. Ещё Урса как раз без Клапа вообще играет без автошока, просто через Ави Пауэр он его убил. Надо ботиночек быстро себе, я думаю, доносить на этот лайн. Да, вот то, что и делал Турс, как раз Курьере уже едет этот ботинок. Ну и всё, дальше просто свою доминацию продолжать. Так, Урса. Ну, я вряд ли постряню, 9 стиков есть ещё и Фарифайр. И флассочка, если есть, да, у Дарпилов. Ещё на развороте можно, опять, если второй раз умрёт, да. Хорошо здесь отрабатывает, опять же, на Фарифайре. Просто на личном скейле сыграли. Ещё, конечно, связку, возможно, Урсу в итоге заберут. Но то, что потом погибает худенько, размен в любом случае 1-2, плюс Урса делает фраг. Соответственно, он ДК забрал два раза подряд фактически, да. Я учитываю то, что сейчас Драгонайт будет идти пешочком на эту линию, а Урса просто сделает телепорт. Ну, круто сыграли, ещё там полностью подрегинился. Думаю, что, наверное, должен быть доволен такому раскладу. Да, тотальная доминация какая-то идёт. Ну, это было очевидно. Вот этот последний пик, который полностью закрыл Драгонайта, я поэтому этого героя на третью позицию вообще не признаю. То есть в миде он ещё как-то смотрится на тройке, его гораздо легче вот загнобить, потому что линия длинная, есть возможность на сейв-линии сделать какие-то отводы, и ты на ДК вот против такого героя, как Урса, с агрессивным саппортом пятой позиции. В данной ситуации Дарквиллу можно назвать агрессивным героем, потому что у неё контроль имеется, и ещё и выживаемость имеется с левелом. Там вообще будет всё замечательно. ДК будет страдать. Хорошо разменивать здесь. Дарквилла не попала в этот раз в Брамбл Майс, так могла бы умирать. Урса, скорее всего, догнал бы её на ботинке, хотя у неё неплохой муфт-пит стартовый. Но всё равно опасно, очень опасно. Нужно быть осторожным. Драгонайт только-только пассивку прокачал, на первых двух левелах, у неё была Брисфайр и Драгонтейл. Но сейчас будет попытка забирать. Опять же, Скарри ещё не вкачан. Урса... Больно, опасно. Шадолином приходится езать. Там можно было сразу фласочку, наверное, заюзать. Ну, тут забирают, наверное. Хотя отпевает хорошо, но на ботинке должен догонять. Станчик здесь от Аргонайт, а успевает подсервить своего тиммейта. Добивается от Кидарбилла. Ну, не знаю, мне кажется, такой, в принципе, средний размен. Нас ещё на топе забирают Дезраптора, и не только его, скорее, нет, но уже под Тавровой ребята уже совсем наглели. Сюда нужно срочно лететь, хотя бы снэпку забрать. Снэпфайр отбивается флаской, и Дезраптор её не сбивает. Ну, смотрим, на данный момент три Крепстата, три кор-героя Баларогов чувствуют себя по линиям идеально. Никто... Ну, то есть, и Дестройер выигрывает, разве что... Ну, мне, хотя он, на самом деле, много выигрывает. 27... Салат он выигрывает. 27, 14, 14 денаев? Нет, это очень много. Вот Спирит полностью линию проиграл, это значит... И что-то голды уже ведёт. Это очень круто. Ну, что можно сказать? В принципе, фаворит был очевиден, но не думала, что настолько по линиям просят тут инверс. Опять же, линии поставить это одно. Главное, это преимущество, которое ты на лайне взял, его реализовать. Сейчас посмотрим, как они это будут делать, как раз, потому что, да, уже тысячу повели. В пятой минуте. Так, опасный момент. Сейчас на миде может умирать. Мияги. Под ультимейт. Ещё один ударчик. Нет, хорошо, тут Мотлан отпевается. Не решился ультимейт подвязать АУД, но очередной килл у нас снизу происходит. Урса опять на ЛУХП сразу флажку увязает. Брисфайр уже в кулдауне не сможет как-то. И как её сбить здесь? Да, драгонайт. Но можно ещё одну попытку сделать. Опять же, Красс Крауна вкруется буквально через три секунды, и надо этого драгонайт можно выходить через фейс-ботинки. Да, пытался здесь просто набегать на месте танчик. Но опять же, два дизейбла. Очень круто смотрится здесь на Дарквиллу. Может быть, этот лайн как раз, и из-за этого великолепно и смотрелся. Дизраптор сверху тоже от ганга этого уходит. Уже за Тауру у нас доходят герои команды. Балрокс пытается давить, пытается мешать дровке фармить, но и суппорта постоянно поджимать. Так, снизу. Постоянный экшен происходит у нас. Кстати, Дарквилл сейчас была близка к тому. Ну, у неё ещё и стики, и, в принципе, у неё неуязвимости. Хотя белка идёт до конца, стики, станчик, привязка. В это время драгонайт погибает. Сейчас ещё и белка не сделает этот последний удар. Просто Урса приходит и собирает урожай с этой самой белки. Ну, он доминейтинг уже на седьмой минуте. Две тысячи преимущества. И пока, конечно, ещё и дровка на топе погибает. В размен, правда, на бестмастера, но, согласитесь, практически одновременно три героя со стороны инверс погибли. Да, уйдёт доминейтинг, а там дровка погибает. Поэтому, просто можно играть фаст диффуза, что ли, вот что-то из этой серии. Не нужно таких баттлфюра собирать. Хороший старт, хороший левел. Таггер, диффуза, и можно там соло просто уже всю карту разносить. Надеюсь, что... Седьмой левел, кстати говоря. А у дровки... Дровки пятый. Только пятый получила. Ужасно. Ну, дровка, она на самом деле на стадии лайнинга. Не сказать, что очень слабая, не сказать, что очень сильная. С раптором, на самом деле, это достаточно неплохая линия. То есть, тут именно на классе переиграли их бестмастер с снэпкой. И переиграли настолько, что вот по уровню разница. Тем более, мало того, что дровка умирает, так ещё урса в это время убивает. И не просто убивает у неё, пять фрагов. Пять фрагов на восьмой минуте. Это очень много. И по левелу... В опасной ситуации. Вот, спирида. Взять посложнее, очевидно, здесь... Но самое главное, что и он ничего взамен не может дать. То есть, у тебя уже подпушивают мид. Очевидно, что метеорхаммера есть у дестроера, притом очень ранний, как вы понимаете, на такой минуте. Дровка сверху, а в очередной раз, два телепорта туда делают. Тут бестмастер же в соло гоняет, должны тут бестмастера всё-таки убивать, на троих. Тут ещё и Тауров, укусит вообще четыре персонажа, считай, его бьют. Но всё равно, опять же, дровку он забрал. Он забрал её в соло, а три героя прилетели для того, чтобы потом в размен убить его. В это время сейчас заберут вышку на топе, у нас Войтспирит погибает. Войтспирит на треугольнике поймали, загнала его здесь в Дарквиллу. Это что, в соло прах у него? Да, на лу-хп, как раз Миду уходил, помнишь, когда сейчас три героя как разменала, и здесь ещё и Дарквиллу подошла, смогла его забрать. В общем, как-то однокалиточная игропка происходит, но в принципе нам так и демонстрировали наши партнёры из венлайн, что будет, да мы в принципе об этом знали, да фавориты играют против аутсайдеров, поэтому, скорее всего, такой разрыв должен быть. Сейчас опять выход на дровку, уже Дарквиллу преследует, и Адриан отсюда никуда не уйдёт, замедление, кросят краун, и урсы делают враг. Приходит сюда белка, ну что ты будешь делать в такой ситуации, когда здесь уже полнейшая доминация, сравниваем нетворс, дровранжер и урсы, и нам просто уже страшно. Тут вопрос только в том, через сколько смогут закончить балароги эту игру, или через сколько инверс не выдержат и напишут КГ, потому что очень-очень сложно будет камбэкать в такой ситуации. Хотел посмотреть коэффициенты, но они и так до матча были 1-0-3 против девятки, да, на баларогов, то я думаю, там шуты серии единицы на 10 было, было скорее всего сейчас в данный момент, поэтому, поэтому не забывайте под про баннер, который по трансляции, и получайте тысячу рублей. Ну и что еще происходит у нас, в дальнейшем, статик шторм без раптора потратил, у спирита также инверс потратили, можно сказать, уже у роба зи тоже, ну, 1-0-2 статистика, да, по фрагам, не только на рошана, почему именно, а маску купил себе? Купил, купил масочку. купил после фейзовка. Все. Ну, тут протанчивала Дарквиллу, чтобы сам. мне очень интересно то, что бестмастер, во-первых, он без ботинка играл с нулевой, но он взял себе первым артефактом орбов коррожен, такой редкий предмет для этого героя, что все пытаются рашить доминатор, там ботинок доминатор, а здесь прямо реально он орбов коррожен, и, ну, это дикое замедление, когда каваны вот эти макшены, орбов коррожен, все там. Так, кнопая сейчас будет снэмфайр меркейзер, будет террор у нас от бестмастера, и очевидно, что даже ДК такой плотный никуда не уйдет, это уже ДК 1-4-2 статистика, сейчас потеряют последний тир-1 тавер, достаточно просто, и будут дальше бегать и убивать с Урсой. Урса, я так понимаю, сейчас приносит тебе диффузатор, ребаунтируны, вот это, скажем так, клад Урсевич нашел, а вот в это время Вод Спирит все-таки справился с Дарквиллом, но получится ли у него у самого уйти, потому что 20 секунд, астрал от Роба Зи, и, конечно же, сейчас с помощью Метеорхаммера продолжит станчик, и это минус 7000 на 12-й минуте. Чуть-чуть не затаймил он Метеорхаммер, но, опять же, там все в кулдауне было, поэтому он никуда не уходил, там бешеное замедление от всего подряд, уже залетело, и он там настолько замедлен, было такое ощущение, как будто он встанет стоит, настолько медленно он двигался. Так, снизу попытка выйти на ну, Тиранин Тауэр, под катапульту дровка работает неплохо, но, опять же, уже всю карту оккупировали у нас в Малроге, уже на Тир-2 потихонечку начинает выходить. И Урса прилетает и практически в соло убивает Дроу Рейнджера, сейчас маны не так много, поэтому а, вот сейчас поделилась с ним Дарквиллом Дальше выход Берна-Берна Да, идет он до конца. Станчик должен быть. Да, хорошо, Станчик залетает. Дезераптор тут вроде спасает, но сам Дезераптор в принципе может умереть здесь. Да, скорее всего, так и будет, на Фейзах будет гонять, Диффуза сейчас откроется, замедлен, да, вот он как раз замедленный Диффузов, но и Берна-Берна. Он же Урса забирает еще один фракцию копилку, он Стапта был уже у него. Так, на топе, вот спирит. Я просто не успеваю за все карты наблюдать, какой-то театр боевых действий, он просто растернулся. Везде постоянно какие-то ганги киллы происходят, 21 килл уже за 12 минут, очень активные доты у нас и очень жесткое давление от Балрогов. Ритм, в очередной раз попытка на нее напасть, Террорайз не срабатывает, вот сейчас, в этот раз тоже опять отменил, Шадурил. Как же он байтит на этот Террорайз? Ну, как же на самом деле все просто? Кстати, ультимейт от Белки практически убивает Дарквилу, но это уже Террорайз минус, соответственно, это доступ к аванпосту, не, сейчас вот, 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 минус, потому что глиф был использован. Да, доступ к аванпосту на 14-й минуте, как вам такой результат? Очень быстро, очень быстро упал этот Террорайз и почти там. Обычно примерно к 10-й, 9-й падает только Террорайз и там еще минут 10, а то и 15 надо, чтобы Террорайз какой-то забрать. А здесь прям как-то через 3 минуты после Террорайз так, на миде, один удар, да, изи вообще, просто изи здесь для АУД. Хорошо, сейчас вот, в этот раз подтаймил свой Метер Хаммер и соло-килл для него огромнейший левел и уже Даггер Берна-Берна справа убивает, уже Дроу Рейнджер тоже ищет. еще и Бессмастер будет забирать здесь Дизраптора через ультимейт, тут вообще без шансов. Я думаю, что очень скоро мы увидим две заветные боклы на самом деле, потому что смысл продолжать вот это избиение, я не думаю, что Инверс как-то от этого получает удовольствие. Это есть игры, в которых можно камбэкать, я согласна, но не в такой ситуации, когда у тебя все три линии проигранные просто в салат и когда там уже саппорты выше уровнем и по Нетворсам, чем ваши коргерои. Как в данной ситуации, например, у нас снэпка опережает Фуэд Спирита. Да, четвертая позиция опережает Метерам, конечно. О многом говорит. Еще один Тир-2 Тауэр падает, пятый уже по счету, последний внешний остается снизу, но примерно, да, до 20-й минуты они должны заканчивать, я думаю, сейчас какое-то генеральное сражение будет, которое должно Инверс дать, ну и какое сражение, наверное, будет. Генеральное избиение от Баларогов, потому что пока их, конечно, пробить трудно, если они под Тир-4 не понесутся, всей командой, и там где-то не подфидят за счет байбака от Инверс, то тут, конечно, сейчас все должно закончиться уже в ближайшее время, ближайшую, наверное, пятиминуточку. Да, скорее всего, блин, готов, сейчас заканчивается Аегис, думаю, что идеально дождаться все-таки появления второго Рошана до, вот как раз, захода на хайграунд, потому что Урса получит себе шард, который на самом-то деле для него мастхев. Так. Попытка здесь не поймать, но хорошо, но все потратил, все свои тиммейты, все прыжки, тогда, конечно, это все сейчас откроется, но все равно неприятно. На самом деле, сейчас уже, знаешь, вот такое время в игре, когда ты уже понимаешь, чем закончится эта игра, и что бы тут ни происходило, 11 тысяч на 16-й минуте, по-моему, вот всех игр, которые я комментировал Абрам, как Южной Америки, а я комментировал все, это по-моему, самое легкое из всех, вообще всех. Еще одна такая будет, я думаю, 15-го числа. 15-го? 15-го числа, там будет один матч в 8 часов вечера, как раз будут играть у нас Gorill's Pride против ребят из Тиманова. вот тоже будет Gorill's Pride, который делится второе место с Баларогами, да, 4-1-4-1 у них, а Gorill's Pride 0-5 идут на последнем месте. Вот примерно то же самое должно произойти. Ну, финич очень хорошо играет все серии. мощные, прям очень мощные играют. Да, там вообще без шансов. И вот как раз они и Баларогов обыграли тоже без шансов. Вот у них будет очень важный матч, как раз, ну, пока все происходит, белка сейчас будет очередной разобрать, можно обсудить чуть-чуть группу. Очень важный матч, вот для Gorill's Pride будет последний, вообще, закрывающий матч, он будет как раз против Infinity. Вот тут их судьба будет решаться, как они этот матч проведут, и, короче, это будет потенциальная, в общем, все будет зависеть от них. Если они обыграют Infinity, они, скорее всего, попадут в первый дивизион. Если они этого не смогут сделать, то пройдут Балароги. Ну, это будет очень трудно, конечно, закрывающий матч. Там Infinity прям, я бы, они очень на верочку, и при том, у них даже пики нестандартные, и они всем играют хорошо, то есть, командные действия, мне кажется, в сне. Ярко выраженный фаворитик. Интересно всегда посмотреть за такими ребятами, которые будут проходить. Знаешь, пару сезонов назад, тоже, когда комментировали мы Северную Америку, как раз там были команды, типа Black and Yellow, да, которые вот только начинали, у них там все потихонечку зарождалось, там вот в competitive в Dota только зашли, да, как бы все по скиллу вроде нормально, там где-то в топе американского дивизиона, но вот в плане командных какие-то взаимодействия, нестандартных графтов и так далее, но это все было на низком уровне. Сейчас уже все потихонечку грейдится, все неплохо, уже Evil Genius обыгрывают, кстати говоря, если кто-нибудь кто-нибудь знал. Black and Yellow? Evil Genius там на четвертом-пятом месте идут где-то в первом дивизионе. Вообще все печально этих ребят. Они не пройдут на мейджор, на мейджор, которого не будет. Они не пройдут на мейджор, которого не будет. Это прямо гениально. Там сегодня какой-то пост был от Сабер Мэтта. Ты читала? Это тоже забавная ситуация, когда сотрудник Secret изменяется со стороны Valve. Очень весело. Ну, возможно, нас чего-то и ждет. Возможно, Valve как раз передумают что-то из серии типа, что не будет мейджора в онлайне, в оффлайне, но его, возможно, проведут в оффлайне. Ну, потому что слишком много было квалификации отыграно, там, заработано всяких разных очков, и эти все-таки очки нужно до конца разыграть, опять же, на том самом мажоре. Я думаю, под конец его в онлайне. Я думаю, какой-то он сделает, что будет этот мажор все-таки онлайн. Потому что, ну, бред, бред, просто отказываться от первого мейджора. А если ситуация не поменяется, у тебя вообще мейджоров не будет, зачем вообще это все нужно было? Правильно? Поэтому в онлайне безопасно, коли они отталкиваются от того, что ситуация с коронавирусом в мире очень плоха. Я надеюсь, что Valve начнет просто прислушиваться к комьюнити. Сейчас мы чуть больше и где больше держать в курсе. Не, я имею в виду даже с комьюнити, которая игры смотрит, с комьюнити профессиональным, я имею в виду игроками, менеджерами и так далее. Чтобы такие вопросы решались и не было того, что вот мы видели в Твиттере в первые часы того, когда узнали все об отмене мейджора. Действительно, ты везешь там игрока на буткемп, сам все организовываешь, а в итоге это еще и минус. Потому что призовые смешные в рамках особенно Северной Америки. Да, ребят, вы нас извините, мы чуть отошли от игры, но тут смысла нет. Тут какие-то просто пиковы происходят уже на протяжении последних минут 15. Просто чуть времени нужно было рукам, чтобы набрать критическую массу, чтобы зайти на рамку. Ну, второго Рошана, второго Рошана. Я как раз сказала, что они заберут второго Рошана и потом уже пойдут на хайграунд. Сейчас плюс к ним будут ломиться, да. Так как нужно было забрать шарт, которых, конечно же, уже со себе и забрал. Ну и все, здесь уже 19 тысяч, ну, сам понимаете. Смотри, какие красивые варды стоят. Просто глаз радуется у ребят из Балрогов. Ну, вард наверху, который не палит Тауэр, это красивый очень вард. Вард справа в лесу и на миде еще вардец. Все, заход. Белку забирают. Тауэр очень быстро будет падать под всеми аурами. Владимир есть у бестмастера, опять же. Ой, грамотно, грамотно. Очень люблю, когда бестмастеры, притом, обратите внимание, на билд веста таких бестов стало гораздо больше. Не знаю, как у вас, потому что, очевидно, я не могу сказать. Без оверлорда? Ну, в данной ситуации мы видели, что ты можешь себе позволить все, что угодно. И вот для инициации получше. Ну, 22 минуты потребовалось. Просто, можно сказать, мы делаем, как говорится, ставки, сколько потребуется на второй. Да, игра была однокаличная, 26 на 5. Вообще никакой ответки мы не увидели от Inverse. Надеюсь, соберутся все-таки на следующую карту. Откажутся, во-первых, уход Драгонайте, то, что этот герой очень пассивный. А чтобы биться против таких команд, которые тебя давят первым номером, играют, тебе нужно активных персонажей. Потому что, если ты будешь играть вторым номером против фаворитов, скорее всего, игры так и будут заканчиваться по 20 минут. Поэтому, поактивнее, поактивнее героев. От Драгонайте отказываемся и переходим на вторую карту. И там уже будем смотреть баталии. Да, музыкальная пауза. Скоро вернемся.